Управляющим Волоколамским Трестом Травкин был назначен в октябре 84-го. Был назначен. А вот оставят ли его в этой должности сами строители спустя два с половиной года совместной работы? Проголосуют ли они за Травкина? Вопрос стоит именно так, хотя это будет просто отчет управляющего. Если он получает недовольтворительную оценку, то автоматически назначаются выборы нового лидера. Оценка дается тайным голосованием. Я, например, в глубине души уверен, что большинством я пройду. Но сам факт отчета, я, может быть, сам эту обстановку нагнетал-нагнетал, и донагнетался до такой степени. Когда объявляли все это дело и планировали, я не считал, что это будет так серьезно. И что характерно, я везде замечаю такую тенденцию. Выбирают не свои. Что такое перестройка? Значит, надо начальников сменить. Неполадки в стране. Это там. Политбюро пусть думает. Совмин. А мы-то нам обеспечить, нам дать. Вот откуда все это дело. Поэтому, когда мы собираем неподготовленное такое, скажем, собрание, то первое желание, я и так хозяин, а тут мне еще дали возможность выбрать. Конечно, я заплатирую свободу. А как чужой будет работать, меня не интересует. Социальная незрелость, я считаю. И мы же обожглись, вот, на выборах мастера даже. В 287-й половину прокатили. А почему ты ушел? Было тяжело, ты ушел, а теперь ты пришел. Не нужно. Да, мы проявим характер. Причем не редко, что характер проявляется не коллектива, а у кого горло шире, раз, а остальные поддержали, кто-то промолчал. На выборах мы долго будем сжигаться. Отклютым прокатить вообще страшно. А по поводу самого Травкина, возможно ли здесь какие-либо сомнения? К сожалению, да. У всех, наверное, осталось чувство стыда, которое мы испытали, узнав, что знаменитый травматолог Элизаров не был избран в Академию медицинских наук. Тайное голосование. Надежнейший инструмент демократии в борьбе со злом, в поощрении добра дает, как видите, сбои. Если Травкин не получит поддержки, то это будет тоже несправедливо. Инициатор и блестящий пропагандист коллективного подряда завоевал он в последние годы серьезнейший авторитет, как организатор побед здравого смысла в экономике строительного дела. Есть смета. Возьмите от сметы мне. Есть фонд заработной платы, кроме сметы. Эту зарплату можно даже запланировать. Запланируйте мне ее. Вот я бригадир. Что мне надо? Срок, когда я должен построить, и деньги, за какие я должен построить. Срок и деньги. Больше ничего не надо. Остальное внутреннее дело бригады. На том совещании, памятном для меня совещании, посвященном проблемам бригадного подряда, я впервые увидел этого человека, Николая Ильича Травкина, в то время бригадира, ПМК-287, Треста, Мособлсельстрой номер 18. Понимаете, сразу выделился этот человек. Сразу выделился человек ясностью понимания проблем, стоящих перед строителями. Ясностью, что нужно делать для того, чтобы наладить дела в капитальном строительстве, вот на его участке, с его бригадирской точки зрения. Статистика для отчетности прекрасная. Одном вместо восьми месяцев три года строится. И премии выплачены. У нас в стране человек может выступать с любой трибуны и говорить все, что угодно. Экономика, вещь, понимаете, упрямая. С ней нужно обращаться так, как полагается. Поэтому мы не должны, так сказать, позволять себе фантастические предложения. Вот вы обратите внимание, фантастические предложения. Если бригадиры как раз и говорили о том, что же мешает бригадному подряду работать в полную силу на стройках страны, то все представители директивных органов, выступая с запретительных позиций, старались, в общем-то, сказать, что это нельзя. Надо, по мнению Фраккин, платить 60%. Еще к 40% платить 20%, если сдал вовремя и качество, допустим, хорошее. В то время, когда 40% премии выплачены при качестве хорошем и отличным, а не при плохом. Вроде бы, вроде бы, Евгений Алексеевич Славущев, занимавший тогда, в 81-м году, пост начальника управления Госкомтруда СССР, вроде бы был прав. Тогда, во всяком случае, казалось, что выступает солидный чиновник, солидного учреждения. Но мы слышали и Травкина. Да, мы здесь переплатим 20%. Но при строительстве в 8-м григадами мы переплачиваем 200%. В общем, выделились на этом совещании два человека. По своему интеллектуальному складу, по ясности мысли, по точности изложения своих позиций. Это бригадир Николай Ильич Травкин и Павел Григорьевич Бунич. Вот спрашивайте, если вам дана зарплата на объект, вы заинтересованы этот объект делать быстрее и с меньшей численностью? Да, и хватит. И нечего вас связывать еще с этой самой трудоемкостью и производительностью труда. Но хотели внимания, что и Павел Григорьевич Бунич, член-корреспондент Академии наук СССР, и бригадир Николай Ильич Травкин говорят примерно одно и то же. Свои слова находят, но суть-то примерно одна и та же. Это, повторяю, 81-й год. Потребовалось 5 лет, потребовалось смену руководства высшего административного, хозяйственного, советского и партийного для того, чтобы победила эта ясная уже в 81-м году точка зрения. Связь, конкретная жесткая связь между продуктом труда и заработком за этот труд. А может быть в этом зале есть люди, которые как раз и не хотели бы этой ясности? Которых как раз устраивали приписки, выводиловка и уравниловка, все, что процветало недавно и у них, и что десятилетиями развращало всех строителей, отучая их от добросовестного труда. Тогда они будут против Травкина. Они привыкли к иной системе, а любая сложившаяся система крайне консервативна. Ее идеал – состояние покоя. Сцепка с новыми звеньями, новыми представлениями, новыми задачами всегда мучительно трудна. Вот и против нового введения Травкина выступали ведь не отдельные лица, а организации, стоящие на страже точного исполнения предписаний системы. Начало 1986 года Трест получил полтора миллиона рублей прибыли. Многие работники Треста, управленцы, рабочие, представлены к правительственным наградам. Среди представленных Николай Ильич Травкин. В дальнейшем именно Николай Ильич Травкин исключается из списков на награждение. Он представлен был, кстати, к ордену Ленина, к высшей правительственной награде Советского Союза. Он исключается из списков награжденных только за то, что он нарушал инструкции. Вот в какие тяжелейшие ситуации попадает этот человек. И Народный контроль посчитал эти нарушения инструкции таким серьезным делом, что собирался материал для передачи дела в судебные органы для привлечения Николая Ильича Травкина к уголовной ответственности. И только пленум ЦК КПСС поставил все на свои места. Михаил Сергеевич Горбачев в своем выступлении на пленуме, в своем докладе на пленуме, июньском пленуме 1986 года, называет в ряду немногих фамилию Николая Ильича Травкина. Да, сейчас вроде бы все позади. Известность Травкина в самом что ни на есть зените. И тем не менее упорно распространяются слухи, что у Травкиной в Тресте полный завал. Куда они едешь, не встречаются. В Казахстан приехал, тоже первый вопрос. А как же вы? Вы же завалили. Ну как мы завалили? Наоборот, я считаю, что без меня Трест работал лучше. И это единственная, наверное, моя заслуга. Что в чем? Я считаю, что создана система, которая прокрутилась без первого руководителя. Значит, это система. А потом, ведь вся отрасль, на чем оценивается? Вал? А у нас нет вала. И этого не докажешь никому. Он говорит, что у меня нет показателей по генподряду, по собственным силам. Это моя боль. Это боль начальника ПМК. Нет собственных сил, нет зарплаты. Есть вот и прибыль. А эти показатели были обеспечены.